Да твою ж налево, да сколько это можно терпеть? Ребята, у Владимира Зеленского на Украине похоже очередное обострение. Мне как крымчанину уже, честно говоря, это достало. Он сделал очередное заявление по поводу какой-то там снова деоккупации Крыма и по поводу того, что Крым снова нужно возвращать на Украину. Ребята, да сколько можно вам твердить? Не нужно нас никуда возвращать. Мы уже вернулись туда, куда хотели. И если вам еще раз нужно какие-то доказательства, снова провести какие-то опросы, давайте я сейчас выйду, вот сейчас встану, пойду и снова спрошу у жителей Севастополя о том, что они думают по поводу очередного заявления Владимира Зеленского. Давайте. Тарас, Тарас, давай собирайся. Собирай камеру, пошли писать. Вы слышали о последних заявлениях Зеленского по поводу так называемой деоккупации Крыма? Слышал. Как думаете, это серьезные заявления или нет? Ну какие могут быть серьезные заявления? Они же там все идиоты. Просто идиоты. Ну, конечно, это бред, мы-то это понимаем, но ему надо же делать вид, что он работает. И что-то обещать людям, и самому себе, и своим американским коллегам. Серьезно надо воспринимать, но бояться не стоит, мне кажется. Почему? Поскольку сейчас происходит достаточное мероприятие, связанное с укреплением обороноспособности и страны в целом, и полуострова в особенности, чтобы... Ну и видим те процессы экономические, которые происходят у наших соседей, заклятых друзей, скажем так, теперь, к сожалению, что всерьез их идеи, какие-то проекты не будут работать, поскольку они сами не готовы работать над их успехом всерьез. Как думаете, можно ли вообще воспринимать подобные заявления всерьез? Да нет, ну это с самого начала нельзя было воспринимать всерьез, а тем более это сейчас, о чем можно вообще говорить. Даже то, что вот сейчас просачиваются какие-то недовольства, ну правильно, в семье тоже бывает недовольство, мы тоже не всем довольны, что делается. Но это совершенно не значит, что мы недовольны тем, что мы в России. Это абсолютно разные вещи. Поэтому нельзя связывать... Если мне что-то не нравится по реконструкции, например, этой улицы, к примеру, да, это не значит, что я против России. Просто мне что-то может не нравиться. Ну и что это? Связывать такие вещи нельзя, а то, что вот недовольство растет, Украина подхватывает и связывает с этим недовольство России, это неправильно. Поэтому тут вообще вещи не связаны. Вы слышали о последних заявлениях Зеленского о так называемой деоккупации Крыма? Мы за политикой не следим. Вообще не слышал, я не слушаю Зеленского. Почему? Мне не интересен Зеленский. А как вы думаете, на ваш взгляд из Крыма, можно ли вообще воспринимать подобные заявления о том, что якобы Украина что-то сделает с Крымом, вернет его к себе всерьез? Вы понимаете, люди там говорят себе оторванные от реальности. Поэтому сложно их воспринимать серьезно. То есть реальность на самом деле совершенно иная? Ну абсолютно, конечно. А как думаете, это серьезные заявления или нет? Я вообще к такой политике серьезно не очень отношусь. Поэтому даже особо не интересуюсь такими вещами. Ну это не тот уровень политики, который влияет на что-то. Вы имеете в виду уровень политики и заявления Зеленского? Ну да. А почему такое мнение? Ну, Украина не та страна, которая так влияет на мировую политику, чтобы принимать во внимание серьезные такие заявления. Как думаете, если все-таки Украина когда-нибудь решится на какие-то серьезные действия силовые в Крыму, что произойдет? Ну, вряд ли что-то серьезное произойдет. Ну, для Украины, может быть, какие-то последствия будут неприятные. Но для Крыма вряд ли. Сомнительно. Если Украина все-таки решится на какие-то силовые действия в Крыму, что произойдет, как это будет выглядеть на самом деле? Я вам скажу, как бывший военный, от них ничего не останется. Они не рискнут. Они будут только бла-бла-бла, а до конкретных действий не дойдет. У меня муж военный, пенсионер. Он смотрит каждый день политику. Я не всегда смотрю, но он мне рассказывает, что обстановка сейчас очень напряженная. Надо быть готовым к любому сценарию. Если Украина все-таки решится к какому-то силовому сценарию в Крыму, что произойдет, как вы думаете? Получат хороший ответ от России. Ну, наши же обещают, что будут уничтожены все военные базы и центры принятия решений. Как думаете, как поведут себя сами крымчане и севастопольцы в данной ситуации? Крымчане встанут, как всегда, горой за свой город. А что произойдет, если Украина, например, решится на какие-то силовые действия в Крыму? Если Украина решится на силовые действия в Крыму, ну, я не знаю, наверное, Марс с Луной встретится раньше. Мне кажется, я не знаю, даже я помню, вспоминаю, вот, 14-й год, вот этот промежуток от митинга до 16-го марта, да, вот это вот нервные. Конечно, мы верили все, но, тем не менее, что-то внутри было. Так мы даже вот уже люди пожилые, мы, я с подругами, это нам уже далеко за 60, и то мы говорили, ну, если надо, мы автомат возьмем, если уж надо, то пойдет. Поэтому это ничего не изменилось с тех пор, абсолютно ничего. Все действия против Крыма направлены, по сути дела, против самой России. Поэтому крымчанам особенно в этом плане переживать не о чем. Потому что, ну, тот, кто действительно заботится о Крыме, как бы он более мощная такая сила, чем остальные. Если Украина все-таки решится на какие-то силовые санкции в Крыму, как думаете, что будет? Я не знаю, что будет, поскольку у меня нет разведсводок, которые кладут на стол. Я надеюсь, что будут приняты решения такие, что Украины, по крайней мере, в текущих границах больше не будет. Почему во всем мире вот все обсуждают постоянно какие-то вопросы про крымчан, про Крым, и никто никогда не прислушивается к нашему мнению? А смысл прислушиваться к нашему мнению? Они знают наше мнение. Мы его выразили в 2014 году, в марте. Мнение выражено, они все знают. Поэтому слушать нас им вообще не надо. Это нет необходимости. Что им надо? Им надо. Им надо трындеть в эфире, пускать вот эти фейковые угрозы, что они начнут войну, которую никогда не начнут. Потому что вот даже, ну вспомните, мы же с вами жили здесь и при Украине, и при Советском Союзе, и при Украине. Никто не считал, ну я не знаю, про весь Крым не могу сказать, но Севастополь уж точно никто никогда не считал Украиной. И то, что мы были в Украине, ну это было какое-то недоразумение. Ну никто не считал этого, ну вот вспомните. Поэтому вообще обратной дороги, ну да ее и нет, этой дороги. Просто ее и не было тогда. Это была случайность, которая почему-то вот утвердилась. Ну вот воспользовались моментом, вернулись. Вы с кем хотите остаться? Да мне в России хорошо. Ну что ж, довольно интересный опрос получился. Ребята, я не брал слишком много ответов, поскольку все они, все без исключения, говорят одно и то же. Говорят снова и снова, что Крым вернулся в Россию осознанно, что мы сделали свой выбор в 2014 году, что нас не нужно деоккупировать. И что в конце концов украинцам нужно задуматься о том, что мы тоже люди и мы тоже имеем право на самоопределение. Не надо нам, никаких крымских платформ, ничего нам не нужно. Всем пока. Комментируйте и давайте оставайтесь на канале. И еще раз пишите о том, что вы об этом думаете. Субтитры создавал DimaTorzok